Здравствуйте! В эфире КРТВ новости в студии Анастасии Евставхева. В этом выпуске. Конкурс конкурсом, а интерес вполне практический. Победители чемпионатов и участники, финалисты, в общем-то, не испытывают никаких проблем с трудоустройством. Соревнования по мировым стандартам WorldSkills прошли в Красногорском колледже. Необманутые дольщики. Есть ли задержка по срокам ввода корпуса в пятницких кварталах? Да, у нас были некие проблемы. Маленький Байконур. Космонавтики – это та точка, с которой, в общем-то, все и начинается. Юбилей установки памятника запуску первых жидкостных ракет отметили в Нахабино. В цене социально полезные проекты. Сегодня был оглашен список лауреатов премии губернатора Московской области «Наша Подмосковья». Победу празднуют и 79 соискателей из Красногорского района. В числе победителей от нашего муниципалитета нет обладателей первой премии. Вторая в 150 тысяч рублей присуждена Нине Ермиловой, представителю клуба «Моржей», граффитисту-автору космической картины в «Изумрудных холмах» Константину Телегину, а также юристу Антону Бутышеву и фитнес-инструктору Людмиле Китиной. Остальные стали лауреатами третьей премии в 50 тысяч рублей. В их числе руководитель авиамодельного клуба Андрей Кушнир, скульптор Валентин Воробьев, фитнес-мама Наталья Колесникова, редактор «Красногорских вестей» Светлана Миняйла, поисковик Леонид Трестин и другие. Сегодня состоялась церемония награждения лауреатов. В связи с предстоящим Днем народного единства губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды жителям региона и тем, кто внес значительный вклад в его развитие в 2016 году. Торжественная церемония прошла в Доме правительства Московской области. Наград были удостоены люди разных профессий, вероисповеданий и национальностей. В числе награжденных был и генеральный директор телеканала «360» Вячеслав Духин. Воробьев вручил ему орден за заслуги перед Московской областью третьей степени. Наравне с ним орденами за доблесть и мужество были отмечены сотрудники ГИБДД, отразившие вооруженные нападения на пост ДПС на Щелковском шоссе. Также свои знаки отличия получили олимпийцы, директора школ, хармейстеры, руководители городообразующих предприятий. За заслуги в деле укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений благодарность губернатора объявили в том числе председателю автономии азербайджанцев Московской области Агаеву Галибу. Он отмечен как представитель Красногорского района. В Красногорском колледже вчера и сегодня проходил региональный чемпионат WorldSkills. Это международное движение по популяризации рабочих профессий. На этот раз соревнования по мировым стандартам организовали в двух компетенциях – веб-дизайн и системное и сетевое администрирование. Причем в последний могли участвовать и юниоры – ребята до 16 лет. Насколько было сложно, студентам и школьникам узнавала наша съемочная группа. Красногорский колледж сегодня площадка для проведения конкурса профессионального мастерства WorldSkills. Соревнования проходят сразу в трех категориях, каждый из которых уже лучший из лучших. Попасть в ряды участников студенты областных колледжей смогли после отборочного этапа. Прошел только каждый второй. В этом зале системные администраторы демонстрируют свое умение. Задача для них – установить связь между двумя компьютерами при определенных условиях, в том числе на время. Происходит коммутация и маршрутизация устройств в компании ЦИСКО, поскольку она являлась титульным спонсором WorldSkills. И вот задание настроено на уровне мирового чемпионата, который проходил в этом году, летом, в городе Абудаби. То есть основа визита – это задание. Вторая часть задания – это конфигурирование сервера Windows. Несколько серверов виртуальных взаимодействий между ними, настройка ролей, настройка контроля доступа, опять же, создания и конфигурирования пользователей, контроля доступа, расположения их и сетевых устройств. И третья часть – это то, что относится к операционной системе Linux. Четыре года назад Россия вступила в международное движение WorldSkills. И Красногорский колледж был выбран в качестве базы, на которой уже несколько лет проводятся различные этапы соревнований. Сегодня на конкурсе учебное заведение представляют три студента, двое из которых в категории юниоры, то есть ребята до 16 лет. Задача для этих системных администраторов – установить операционную систему, прежде организовав на компьютере подключение к сети интернет. Насколько справятся конкурсанты, будем посмотреть. Ну, пока, в общем-то, вселяет оптимизм. Ребята работают достаточно хорошо и стараются сделать. То есть, вообще, Московская область в компетенциях информационных технологий традиционно входит в тройку лучших регионов России. В третьем кабинете за монитором карпят веб-дизайнеры. Для них задание, как и для всех участников, разбито на два дня. В первой за пять часов с нуля нужно создать одностраничный сайт на платформе Ява-Скрипт на тему экскурсии Москвы. Во второй – за четыре часа сделать игру «Тетрис». Для члена российской сборной WorldSkills Дмитрия Пыльцова из Ногинска это может задача и по плечу, но нагрузку выдерживают не все. Двое из десяти участников соревнований в компетенции после нескольких попыток просто бросили дело. Конкурс рабочих профессий – это, конечно, не экзамен в колледже. Впрочем, пока. Планируется при введении нового поколения стандартов вводить демонстрационные экзамены, которые будут учитывать требования заданий WorldSkills, а также профессиональных стандартов, которые внедряются сегодня в нашу жизнь. Победители этого регионального чемпионата получат путевку на следующий уровень – на национальный этап. Эксперты WorldSkills не исключают попадания чемпионов областного этапа на соревнования и международного уровня, которые пройдут в 2019 году в Казани. Есть здесь для сегодняшних студентов и чисто практический интерес. По опыту проведения чемпионата WorldSkills победители чемпионатов и участники, финалисты, в общем-то, не испытывают никаких проблем с трудоустройством. И буквально, как коршуны над нашими студентами, кружат работодателей, потому что ребята показывают чрезвычайно высокий уровень подготовки, серьезные практические навыки. И поэтому, в общем-то, вправе претендовать на очень высокие места, роли и зарплаты, конечно. Анастасия Вставхева, Никита Рощин, Мариана Быстрова, КРТВ. Сегодня губернатор Андрей Воробьев вручил ключи от 100 новых низкопольных автобусов представителям 11 филиалов МОСТ «Трансавто». Таким образом, был реализован один из наказов жителей, которые просили обновления подвижного состава. В этом году в областной автопарк уже поступило 579 машин. Задача каждый год – стабильно поставлять на линии новый транспорт, заявил Воробьев. Автобусы будут обслуживать межмуниципальные и смежные маршруты. Техника отвечает современному уровню безопасности пассажирских перевозок и соответствует нормам экологического стандарта Евро-5. Автобусы оснащены спутниковой системой навигации, видеонаблюдением и цифровым тахографом. Генеральный директор МОСТ «Трансавто» Александр Зайцев отметил, что одна машина стоит порядка 7 миллионов рублей, но новые автомобили себя оправдывают в эксплуатации. Программу обновления подвижного состава планируется продолжить в Московской области в следующем году. Жители Путилково пожаловались на отсутствие автобусов. Раньше от микрорайона Мортенград до метро Сходнинска и Митина они курсировали, но внезапно исчезли с дорог сельского поселения Традненское. Минтрансе пояснили, что маршруты 1124 и 1085 не отменялись, они были нелегальными. Цитата «Федеральный закон номер 220 не позволяет работать без маршрутных карт. Эти два маршрута нарушали законодательство. Ространсный отзор провел проверку и в качестве меры пресечения были арестованы транспортные средства этих перевозчиков. Сейчас проходит конкурсная процедура. В декабре предположительно будет определен новый перевозчик, и он приступит к работе». В настоящий момент в срочном порядке на 26 маршруте Мострансавта было увеличено число автобусов. Пассажиров довозят из Путилково до станции метро Волоколамской, уточнили в ведомстве. 1 ноября в администрации района прошло совместное совещание с представителями Минтранса и филиала Мострансавта. Вопрос перевозки путилковцев до метро взят под контроль. На маршруте номер 26 организован заезд в жилой комплекс «Мортенград». Первый рейс отправляется в 5.50, интервал движения в часы пик должен составлять от 5 до 7 минут. Автобус курсирует до половины 12 ночи. Дочки 20-го дома в жилом комплексе «Пятницкий квартал» и бьют тревогу. В ходе прямого эфира с главой района нам дозвонилась Ксения, которая от лица будущих жильцов микрорайонов Собурово говорила о задержках ввода корпуса. Телезрительница заявила о том, что просрочка составляет целый год. Наша съемочная группа по поручению Михаила Сапунова выехала на место, чтобы разобраться, есть ли причины для опасения. Этот звонок в прямой эфир КРТВ стал поводом для визита съемочной группы на стройплощадку жилого комплекса Собурово. Деревня сегодня превращается в настоящий городской микрорайон. Темп застройщики держали уверенный до этого лета. Причиной сбоя стала несостоятельность подрядчиков. Именно поэтому, видимо, и поднялось народное волнение. Да, у нас были некие проблемы с подрядчиком, который дом строил. Но мы в октябре подрядчика поменяли. Мы предварительно об этом всех жителей уведомляли. Писали и электронные письма отправляли на почту, и уведомления по почте. Фактором для паники дольщиков, а их уже сейчас 250 в данном доме, стало нарушение сроков ввода в эксплуатацию. По договору долевого участия, 20-й корпус в пятницких кварталах должны были представить главгостроенадзору на проверку к 1 июля. Однако этого не произошло по выше названным причинам. Но вот перед дольщиками пока инвестор чист. В тех же документах указан срок выдачи ключей 31 декабря 2016 года. Задержка будет, признают в компании Vector Investments, но небольшая. Предыдущий подрядчик немного нарушил сроки, то, наверное, на несколько месяцев этот срок сдвинется. Но ни в коем случае ни на год и ни на больше. Ведутся монолитные работы, параллельно кладка, закончены инженерные сети, подводящие. Но в следующем году, как позволит погода, мы закончим фасадную работу. Благоустройство всех домов этой очереди. Где мы начинаем со следующей недели, поэтому к нему уже будут подведены дороги, ну, в таком зимнем варианте. Там будет какая-то задержка, но она будет незначительной. Дольщикам, которых сейчас защищает 214-й федеральный закон, гарантирована компенсация за нарушение сроков сдачи жилья. Застройщик от своих обязательств не отказывается. Все, что написано в 214-м законе, мы все это выполняем. 20-й дом возводится во второй очереди крупного микрорайона между 19-м и 29-м, на каждом из которых сегодня кипит работа. И если верить логике, что инвестор больше будущих жильцов заинтересован в завершении стройки, то жильцы пятницких кварталов ключи от квартир получат, если не к Новому году, так к весне. Анастасия Евстафьева, Евгений Волков, Мария Анна Быстрова, КРТВ 700 с лишним миллионов рублей обошлась достройка социальных объектов за банкрота СУ-155 компании «Урбангрупп». Именно столько инвестору пришлось вложить, в частности, в садик в Павшинской пойме, который открылся в прошлом месяце, а также школу. Она заработала в сентябре. Причем после старта строительно-монтажных работ в микрорайоне «Урбангрупп» пришлось делать переоценку проекта и дополнительно вливать средства – около 83 миллионов рублей. В сумме учтена и достройка садиков Домодедова. На всех трех объектах были устранены инженерные недочеты, полностью переделан дизайн внутренних помещений, детские и спортивные площадки получили мягкое прорезиненное покрытие. В дошкольных учреждениях появились камеры видеонаблюдения и сушилки для одежды. Очистка воды в бассейне с обычного хлорирования была заменена на щадящую ионизацию. До конца года компания планирует завершить работу еще в одном дошкольном учреждении, расположенном в Красногорском районе. В настоящий момент в детском саду на 115 мест, также в Павшинской пойме, уже заканчиваются отделочные работы. В Нахабино сегодня прошли торжественные мероприятия, посвященные 50-летию со дня установки памятного знака в честь запуска первых отечественных жидкостных ракет. Известные летчики, космонавты, руководители военных ведомств и ветераны стали почетными гостями встречи. «Байконур» в миниатюре. Под таким названием место запуска первой жидкостной ракеты вошло в историю. Это событие, ставшее первой страницей развития космонавтики, произошло в 1933 году. Именно здесь. А спустя 33 года подвиг первых ракетостроителей решили увековечить ученики Нахабинской средней школы номер 2. Они отыскали стартовую площадку, а на заработанные во время производственной практики деньги установили памятный знак. Сегодня Нахабинцы этот мемориал бережно охраняют и благоустраивают. Готовились к этому мероприятию, к этому юбилею. Поскольку земля не наша, памятник не оформлен, в реестре его нету, но память о том, что здесь произошло 50 лет назад, установка памятника этого, и с честь чего она живет. В общем-то, и нашлись инвесторы, те, которые вложили денег сюда в ремонт. Историю создания первых ракет вспоминали на торжественном собрании по случаю 50-летия установки памятного знака. Ракета, запущенная с Нахабинского военно-инженерного полигона, поднялась ввысь всего на 400 метров. Но этот короткий полет ознаменовал первый шаг длинной дороги в космос. И важно не забывать, с чего она началась, напутствует давний друг Нахабинцев – летчик-космонавт Александр Павлович Александров. Для него сегодняшний юбилей – дата особая. Родители дважды Героя Советского Союза входили в состав группы изучения реактивного движения и участвовали в создании первых ракет. Папа делал вот этот станок вместе со своими товарищами, на который устанавливалась ракета. А мама была под руководством Королева чертежницей 4-й бригаде, которые делали крылатые ракеты. Поэтому, а я вот волей судьбы стал космонавтом. Все это было на глазах у меня, и я, конечно же, немножко историю знал. Тогда, понимаете, в советское время дети интересовались техникой. И я вообще-то любил авиацию. И для меня ракетная техника была что-то новое. И уже ближе к 9-му и 10-му классу я стал понимать принцип работы всех этих систем. Интересуются техникой, авиацией, ракетостроением и нынешние школьники. Приглашение принять участие в праздновании юбилея с энтузиазмом приняли ребята из отряда «Энергия». В клубе, который работает на базе 18-й школы, они активно занимаются изучением истории развития космонавтики. История Гирда, она очень важна в истории космонавтики. Это та точка, с которой, в общем-то, все и начинается. Для ребят, которые так далеки от тех событий, очень важно напоминать об истоках. В нашем музее большую часть экспозиции занимает историю Гирда. Для нас было важно сегодня быть здесь. Достойными продолжателями традиций, заложенных своими предшественниками, являются сегодняшние ученики 2-й Нахабинской школы. Они бережно хранят исторические реликвии, связанные с ракетостроением. Эти ракеты, которые представлены в зале, это как раз экспонаты нашего музея, которые принесли сюда. У нас также там много вывесок исторических. Есть записи самих конструкторов, их родственников. И, собственно, есть многочисленные памятки и истории, а также и легенды о создании Гирд. Как они себя называли, группа инженеров, работающих даром. Действительно, доподлинно известно, что пионеры ракетной техники проводили дни и ночи за работой, отказывая себе во многих благах. И всё ради общей цели. Королёв, Цандр, Тихонравов и другие активисты Гирд буквально грезили от тех минутах, когда ракеты поднимутся в воздух. Их мечта осуществилась на небольшом полигоне в Нахабинском лесу. Валентина Титова, Михаил Петухов, Вячеслав Блажев, КРТВ Дорожные службы Московской области перешли на осенне-зимний режим работы. В комплекс мер входит механическая автоматизированная уборка снега, очистка тротуаров от наледи, обработка покрытия песко-соляной смесью. Периодичность уборки определяется погодными условиями и категорией конкретной автодороги. Также их очищают после каждого крупного снегопада. В первую очередь обрабатываются аварийно опасные участки дорог, перекрестки, повороты, радиусы, мосты путепроводов и эстакады. В 2016-м в Мосавтодоре заготовлено порядка 600 тысяч кубометров песко-соляной смеси. По словам специалистов, именно этот состав наиболее выгоден по соотношению цены и качества. Для поддержания подмосковных дорог в чистоте задействованы почти 2000 единиц спецтехники. В случае обильных снегопадов у Мосавтодора предусмотрены специальные аварийные бригады. Внимание федеральных и не только СМИ сегодня было приковано к событию, которое развернулось в деревне Гольёво. Оно бы вряд ли вошло даже в статистику полицейских, но персоны участников сделали свое дело. Актер Никита Джигурдая, адвокат его жены, ведущий бракоразводный процесс Сергей Жорин, подрались у здания судебного участка номер 100. Никаких серьезных последствий, просто очередной скандал, связанный с апатажным артистом. Бракоразводный процесс сам по себе делал неспокойно, а когда речь идет о таком народном шоумене, так и вовсе потасовки и громкие заявления ожидаемы. Ничего особенного, проходите мимо. Три очередных секрета успешного брака назвали ученые. Супруги должны быть умными, обеспеченными и не слишком отличаться по возрасту. Исследования проводили специалистами из Швеции и Англии и показали, что для счастливой супружеской жизни разница в возрасте между мужем и женой в идеале должна составлять не больше шести лет. Важную роль играет благосостояние обоих супругов. Исследование с участием нескольких тысяч семей показало, что как мужчины, так и женщины ставят состоятельность партнера даже выше того, испытывают ли они к ним романтические чувства. Исследования, посвященные секретам счастливого брака, проводятся довольно часто. И порой специалисты приходят к весьма курьезным выводам. Вплоть до того, что порой на пользу погоде в доме идут психические проблемы одного или обоих супругов. Впрочем, счастливая жизнь бывает далека от исследований. Небольшой снег ожидает нас в конце этой короткой рабочей недели. Если верить синоптикам, в четверг придет небольшое на пару градусов потепление. В Красногорском районе столбики термометров поднимутся до ноля. Вечером минус один градус. Осадки вероятны, но кратковременные. На этом у меня все интересных тем для сюжетов. Мы ждем от вас по телефону редакции и по электронной почте. С вами была Анастасия Евставьева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин